Беларусь, который работает на бочке, на бочке истрельгийской, бельгийская бочка на бельгийских номерах, но тягач у него литовский. Бывает обычная, как цистерна, классическая, как все видят, длинная бочка с тремя осями. Бывает бочка-контейнер, которая кальмаром таки меняется, то есть на шасси стоит она покороче. Ну, в принципе, эти бочки вот на контейнерах, как у нас, они бывают тоже разные, бывают для пива, без люков сверху, бывают для шоколада с люками сверху, с насосами, с мешалками, с подогревом электрическим. Слушай, а правда, что ты залазишь внутрь и сам ее моешь? Нет, нет, нет. На мойке открываются люки, если это шоколадная бочка, опускаются такие специальные гидромониторы, они там кипятком все фигачат. То есть человек сам внутрь бочку не лазит? Нет, нет, нет. Слушай, а почему-то такие были истории, что можно, я видел просто как чувак через заднюю вот это вот большое отверстие залазил. Ну, может быть, это силосы, во-первых. Наверное, может быть в силосах там что-то, я не знаю, с силосами я не работал, но обычно, когда открывают люки, опускают, опять же говорю, гидромониторы, и все большим давлением, кипятком, это все просто смывается, как бы, потом опускаются горячим паром, это все сушится, потому что на шоколаде нельзя ни капли воды. То есть если приедешь на завод Марс, например, они прямо поднимают люки, залазят с фонариком, любую, одна капелька воды, перемывай бочку, все. Офигеть. То есть и много раз были такие у моих коллег в ситуации, особенно в Голландии, вот, поэтому все сушится, чистится. То есть уже будет возможность подняться наверх и посмотреть, что внутри? Да, без проблем, я не пломбировал, я говорю, специально. А где лестница? Ну, здесь, сейчас покажу, ну, здесь бочка пустая внутри, то есть там просто перегородки небольшие, чтобы не было качения. А, то есть чтобы оно не болтало, да, то есть как-то показываете? Знаете, вот когда в контейнерах, в контейнерах нету этих перегородок, то есть контейнер, он как бы по себе короче, но у него вместимость такая же, около 300 тысяч литров. А сколько это в тоннах, здесь вот, это 26 тонн, а пиво обычно 29-30 тонн возим. Офигеть. Это 29, это только груз. И плюс еще остальное. Общая масса 44 где-то. Охренеть. И когда с контейнером нету перегородок, если тебе пиво загрузит, допустим, не 29 тонн, как полная бочка, а там 25-23, ехать невозможно. То есть бывает до такого, что ты останавливаешься на кольце, резко, допустим, и ты стоишь на кольце, и тебя прям выталкивает на кольцо на тормозах. То есть настолько качает, что прямо голова крутится. Короче, раскачивает, вообще будет здоров. Да, вот на такой бочке, на длинной, проблем нету, потому что здесь стоят перегородки, которые гасят эти волны. А вот с контейнером, особенно если шоколад, еще бывает, возим такую пасту из имбирного печенья. Взялся имбирное печенье, масло, такая, спикулу создевается. Ой-ой-ой, это все он говорит нам с утра. Я тебя удачу, все, не переживай, все есть. И она тоже очень сильно бьет. То есть она вроде бы такая густая, не как жидкость, но очень сильно лупит. То есть на светофорах ты едешь максимально плавно, малейшее движение какое-то. Газ отпускаешь, газ отпускаешь. Иначе все бьет так, что ты едешь просто ду-ду-ду-ду-ду-ду и сваливается все с полок. Офигеть, 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 я так возил, помню, знаешь, это ли вот кубовики, вот эти бочки, кубовики. Ну, это типа на тонну, они такие небольшие, маленькие. Вот я в Рефе был загрушен с жидкостью, порошок вот довез. Тормозишь, что вот ты еще качаешь, у тебя вот так вот раскачут. Ты представляешь, как у тебя твою бочку расскажешь, ты вообще срабатываться можно. Офигеть, офигеть. Вот. Но вообще как попал сюда вообще на эту фирму, то есть почему именно бочка? Да, честно говоря, супер случайно, а история достаточно долгая на самом деле. Да, то есть ладно, мы эту историю на отдельный выпуск положим именно про историю, как я попал вообще в дальнобой, а сегодня у нас именно обзор про бочку, рассказ про бочку, кто хочет пойти на бочку, я думаю, будет всем очень, друзья, интересно. Бочка тема, реально. И на базе цепляешь бочку, ну то есть едешь по паркингу ищешь ее, лизишь, подходишь к ней, проверяешь, чтобы она была чистая, чтобы был сертификат мойки с пломбами. Потом ты берешь это все, пломбируешь, дело, ну проверяешь, чтобы было чисто, сухо, все, никаких проблем, шланги, чтобы были все. И потом пломбируешь ее, выезжаешь, едешь на загрузку. Если нету пломб, нет сертификата, либо она не помытая, то ты сам цепляешь, едешь на нашу мойку, стоишь в очереди, тебя моют, дают сертификат, и ты поехал. И то есть сертификат проверяют каждый раз, когда приезжаешь на загрузку? Да, там сертификат себе написано, ну я покажу. Ну прям всегда. Ну то есть ты обязательно, Артем, это ты? Ты обязательно должен отдать, дается сертификат на три экземпляра. Один для загрузки, один для выгрузки, и третий остается у перевозчика. То есть внутренность бочки моет робот, да, грубо говоря? Ну не робот, люди, то есть они опускают гидромониторы, и он там все циркулируется, пилет. Если бочка закрыта, как от пива, например, там нету люков, никак не, потому что всегда в бочке от пива давление, СО2. То есть всегда должно быть СО2, чтобы пиво не окислялось. Ну да. И там с бочкой из пивной тоже есть нюанс, что ты должен всегда проверять качество СО2. То есть чтобы не было процент кислорода определенный там. То есть если будет больше, тогда как бы надо перекачивать в воздух. Вот. Ну и все. Это все очень тяжело. Это все очень тяжело. Ты знаешь, это все тонкости, все нюансы, это все. Ладно, рассказывай про саму установку, про саму бочку, то есть, да, что у тебя здесь есть. Наверх, может, полезем? Блин, сразу сверх начнем? Ну, как бы, да. Посмотрим, что внутри. Ты вообще здесь пытался что-то здесь починить, да? Да, я смотрю, вот это неремонтируемое. Так, ну что, лестница, да? Опускаются лестницы и поднимаются сразу перила. А, да, нифига, черт, покажи. Все как на автовозе. Покажи, черт. А, да, смотрите, оп. Интересная система. Интересненькая. Все, let's go. Давай. Нифига себе. Слушай, мне кажется, я к высоте привыкший, да? То есть, на автовозе работаем, но такой высоты этого, блин, тяжеловато ощущается. У-ху! Сюда, по-моему, у вас стажера Серега, который высоты боится. Я думаю, он просто не залез бы, да? И все. Давайте смотреть, что внутри бочки. Не урони камеру, тогда будет проблема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикольно. Все закрывается, да, чтобы, типа, не попадала всякая хрень, да? Обязательно, да. Но вообще, когда выезжаешь с базы, если, ну, переживаешь, что будет вода, можно немножко вот так вот поджать один только краник, и поднимается вот люк, и здесь попадает, ну, воздух. А, про просушить, да? Чтобы была циркуляция, да. Опа! Вот она, какая внутри. Ну, там перегородочка, или я здесь не вижу? Видно, видно, дырка такая, прям. Да, да, да. А, дуреть! Бывают бочки трехсекционные, четырехсекционные, то есть, там конкретно они глухо соединены между собой. Но это для, ну, это для гасения колебаний, правильно, да? Нет-нет-нет, это для разных продуктов. Ага. То есть, ты можешь, сегодня у меня бочка одна секция, я буду грузить один продукт. А бывает, что четыре продукта, даже пиво было, пивные бочки было длинные такие, там тоже четыре вида пива, допустим, так грузишься. Они полностью, ну, никак не соединяются между собой, только воздухом, ну, воздушным краном. Я понял. Так, помогаем закрыть. Слушай, а это что-то штуки такие вот эти вот? Вот эти? Да. Честно говоря, я даже не знаю, как. Бывает просто, что вот это, бывают упоры, когда опускаешь крышку, чтобы она не била, или фиксировалась. А, ну, ясно. А вот эти вот, даже, честно говоря, не знаю. Сполагательные всякие штучки-дрючки. Да, да, да. Что, ладно, давай спускаться вниз, пойдем осмотрим. Ну, пойдем. Держи. Тебе скоро придется сейчас-то ей пользоваться. Сынок. Давай. Артем, только не упади. Что? Только не упади, говорю. Столько по лестницам, по этим скачешь за день. Ну, да. Слушай, на того эти тоже мы тоже влазим туда-сюда наверх постоянно. Так, и крепится она просто, да? Просто вот таким вот крышком. Да и все. И никуда она не уйдет. Нет, никак. Так, ну что, давай тогда начинаем с этого большого ящика. Так, вот эти вот бочка старая, прошу отнести с пониманием. 20 лет, да, самый бочек? Ну, знаешь что, давай посмотрим. Здорово! Видите, снимаем блоги. Это страховка. Здесь хранятся документы, да, Питя? Да, вот в таких тубах документы, и если ты бочку не выгружаешь, просто оставляешь ее выгруженную, то оставляешь сюда пробники, другие документы. Да-да. Так, а какого у нас года бочка даже не написана? А, 2009-го, в принципе, не такая уж и старая. Ну да, в принципе, да. У меня были бочки и 90... Ну, шасси, не бочки, а шасси для контейнеров. 97-го года, 95-го. Офигеть. Ну, как бы их на сервис свой, на базе. Они как бы держатся в более-менее состоянии, но... Так, стоять. А, ну все, нормально. Ты нормально. Здесь по 26 тысяч. 26 тысяч литров, господа, 26 тысяч. Но это не предел. А, да? Бывают по 32 тысячи. Я понял. Бывают 4 секции, там, 11-11, 5-5. Так, ну, рассказывай, что тут есть. Ну, смотри, это бочка односекционная, поэтому здесь выход только один. Да. Вот он. То есть, это вот прямой поток оттуда шоколадки. Нет, смотри, поток идет отсюда, да. Но здесь еще есть вот такая штучка, так называемый поплавок. В самой бочке еще такой поплавок, чтобы продукт не попадал в саму эту трубу, не замерзал там. Потому что вот эта бочка, она в шубе термической, она как бы еще более-менее держит температуру. Ага. А если пойдет туда, то он замерзнет просто. А, ну да-да-да. То есть, ты все перекрываешь. А, ну сейчас он открытый, потому что он просушивается. Но обычно ты его вот так закрываешь, поплавок опускается, и продукт в трубу не идет. Понятно. Вот. То есть, когда ты его открыл, тогда здесь уже, в принципе, прямой поток, как говорится, необычный. Слушай, ну долго что-то сливает? А бывает загрузка 3 часа и 4 часа, ну то есть, по-разному. Зависит от того, что... Заливает сверху всегда, да? Не всегда, не всегда. Бывает, заливает, допустим, какао-алмассовую я гружу часто, заливает сзади. С помощью помпы... У них свой насос, да. То есть, бывает несколько видов, как выгружают продукт. Это когда тебя отдало, да, последний раз? Да, 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 да. Это редуктор, я понимаю, да, какой-то? Это насос, что это насос. Смотри, бывает три вида, несколько видов бывает, как производится загрузка-выгрузка. Ну, я расскажу про выгрузку. Потому что бывает больше всего разницы выгрузки. Бывает первый, самый обычный, самый распространенный вариант. Это когда выгружают с помощью насоса получателя. То есть, там где-то насос, тебе подсоединят шланг, ты открываешь обязательно люк сверху, чтобы вакуумом не сдавило бочку. И все, у тебя продукт пошел с помощью их насоса выгружаться. Второй вариант бывает, редкий достаточно. Спереди вот там есть краны воздушные, я вам снимал много эта система. Подключается воздух, нагнетается давление в бочку. Она под давлением вылетает. И потом открываешь кран, когда нагнетается давление, и продукт пошел выходить под давлением. И третий вариант, вот есть такой, с помощью такой электрической помпы. Это насос шестеренчатый. Вот там шестеренки есть, две, они там крутятся вот так. Туда ясненько. Слушай, а почему он раскрученный? Сразу вопрос. Ну вот он раскрученный, болты здесь такие. Потому что его мыли. Ага. Ты должен будешь что-то там поджать, когда? Ну я редко, мы редко выгружаем шоколад. Поэтому это будет уже дело в другой водитель, возможно. Ну возможно. Да. То есть здесь соединяется вот этим переходником, вот сюда. И отсюда уже выходит, сюда подключается шланг. И что с помощью насоса здесь вот пульт. Даже есть пульт? Да. А, буду. Электрическая вот розетка, ты подключаешь ее. А, на 480 ты погнал, да? Да, здесь включаешь, здесь регулируются обороты, то есть обороты тоже разные. Видишь, написано, шоколад максимум 200 оборотов. Да. Для глюкозы максимум 400 оборотов. Если дать больше, глюкоза начинает сахариться, коричневый. А глюкоза в виде чего это идет? Сироп, жидкий такой прозрачный сироп, да. И если передашь, ну, больше дашь оборотов, шоколад испортится, короче. Понятно. Это аж бочка шоколада около 50 тысяч евро, насколько я знаю, стоит. Офигеть. Ну, по-разному бывает, бывает и дороже. Вот. Ну и все, получается, ты загрузил. Но обычно вот сегодня, допустим, меня будут грузить скорее всего сверху. То есть я просто открою люки, здесь все закрою. Меня загрузят, запломбируют, и я поехал. А здесь никакого не накручивается такого, да, колпака, чтобы это как-то... Вот, вот это. То есть, допустим, если сейчас, ну, будет соединяться вот эта труба с насосом, здесь сейчас закроется. И этот крышку ты накрутишь просто сюда. Так как сейчас я буду грузить просто сверху, то я закручу потом, когда приеду... Только вот эту, да? Да, вот так сделаю, и все. Сейчас просто пока она... Здесь куда-то пломбируется или нет? Да, пломбируется по-разному. Бывает, пломбируется сам кран вот здесь, через эту дырочку. Пломб вообще, на самом деле, очень много бывает. Вот сейчас у меня дали 8 пломб. Да. То есть это на люки, здесь, на шланги на все, со всех сторон. А зачем пломбировать? Чтобы тоже чистые оставались, чтобы их никто не выгрызнул, типа на паркинг, знаешь, он не выгрынул там. То с шоколадом, с пищевыми продуктами все очень серьезно. Все очень строго серьезно, да? Да, по чистоте. Ну, там, и документов тут еще и волокита с этими, да? С чистотой, да, да, да. Бывает, не, бывает, конечно, заплану нас с пивом проще, да? С пивом ты бочку не можешь открыть. Она чистится с помощью шлангов. Подключается три шланга, идет циркуляция. Но здесь теория, если захотеть, то можно типа якобы слить, да? Поэтому и пломбы вешу. Да, 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 да. Поэтому, как бы... Ну, так часто перепадает, там, грамм 200-300. Ну, со шланга бывает. Со шланга сливаешь. Когда-то заканчивается выгрузка, да? Да. И в шланге остается достаточно много шоколада. Да, он очень тяжелый. И чтобы его запихнуть туда, нужно куда-то слить. Бывает, дают ведро. Бывает, ты сам свой пакет его сливаешь, и запитываешь. Короче, иногда сюда приезжают с пакетами, да? Да, 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 да. Ну, у всех наших ребят пакеты всегда с собой. Все ясно, все ясно. Шланги вот здесь хранятся обычно. Вот они. Слушай, чистенький. А тяжелый вообще сам по себе шланг? Сам по себе. Ну, он очень длинный, во-первых, как ты видишь. Это его вся длина, да? То есть это не составной? Ну, не полностью вся, а прямо. Ну, он где-то... Ну, он не составной, да? Он целиком будет? Нет, он целиком. Вот где-то до сюда. Но их можно соединять с помощью коплингов таких, переходников. А он крутится или просто один раз провернул его и все? Нет, там специально, видишь, такие зажимы есть. То есть она вот такие же зубья здесь. Да. И она потом просто с двух сторон закручивается. Ну, то есть не надо там крутить там по полчаса. Не-не-не, она просто буквально полоборота и все. Быстро всем, короче, да? Да-да-да. Специальные ключи, специальные переходники есть. Угу. И все. Ну, я, засовый обратно. И там, короче, бывает шоколад чуть-чуть, да, какой-то? Бывает чуть-чуть, бывает не чуть-чуть. Я понял. А это для чего, типа, слить воду? Это всегда, когда помоют, ты знаешь, что собирается вода здесь. Потому что открыл и пошло вниз. Все сливаются на дороге Европы. А это что за шланги внизу? Это тоже, это сверху, получается, где вот мы открывали эти люки, декли. Там тоже есть слив, если вода собирается дождевая, все взрывается здесь. Все, короче, предусмотрено, все сделано, да? Да. Ну, ясно. Так, что еще расскажешь по установке? Давай перейдем к нам поближе. Ну, вот, например, как я говорил, вот сюда, допустим, это вот воздушная система вся. Да. То есть сюда подключается воздух, бывает. Все, да, вот так, сюда? Да, специальные. Я думал, как побольше, как говорится. Нет-нет-нет, ну, воздух, зачем вам много. Ну, да. Сюда подключается воздух, насоединяется и качается. Некоторые, есть машины, допустим, у нас есть литовские коллеги, у них машины оборудованы компрессорами. Вот, я когда скажу, что здесь нет, да, ничего? Да, есть машины, где здесь компрессор стоит воздушный, то есть для этого вот закачивания. И есть еще машины с подогревами. А, подогревами. То есть прям стоит система антифриза, стоит два шланга, вот, видишь? Да. А, вот, вот два шланга, два выхода, куда подключаются шланги с антифризом. И они подогревают всю бочку. Офигеть. Потому что шоколад, допустим, когда ездит куда-то далеко, он, соответственно, остывает. Либо стоит на базе, он сохранится, он может неделю-две. Подключается просто подогрев, и все, около 50 градусов поддерживается внутри. Ну, да, потому что ему уже давно нужно 20 градусов, там, температура таяния, да, у него или какая-то, ну, ты понял. Ну, да, то есть он, там буквально ему 20 градусов, он уже не будет сечь. Ну, а должен вытекать, будет дорог. Поэтому у нас машины самый простой вариант. Мы обычно загружаем там и отцепляем на базе. Либо куда-то привозим, отцепляем, уезжаем. То есть выгружают обычно либо сами бельгийцы, либо вот туда есть литовские наши коллеги. Ну, ты чаще грузишься, да, то есть? Да, чаще грузусь. Если с пивом, то конкретно весь цикл. То есть ты загрузился, выгрузился, приехал на базу, цикл. Пиво какой-то марки? Ну, Хайникин часто возим. В принципе, все виды. Я, думаю, был настолько пивоарен маленьких, что вот зайти в магазин бельгийского пива любого, я, в принципе, его так пальцем покажу. Я, наверное, ну, не знаю, процентов 50-70, наверное, я уже как минимум, если не пробовал, то видел. Либо был. Слушай, интересно. Ну, это как называется сама бочка? Вантул? Ванхол. Ну, это сама, это моя производительство. Как Рима, Казберр, Лор. Это вот Ванхол. Кто знал, кто рассказал? Ну, вообще, на самом деле, им нужно много рассказывать. Про контейнер еще отдельно можно историю рассказать. Про контейнер еще нету. Так, сейчас будет немножко истории про МАН, то есть, на котором работает Артем. Сколько ты уже на МАНе работаешь? Ну, у нас несколько машин. Я работал и на МАНе, и на Реной, и на Даффе. Ну, у нас все три МАНа есть. И там еще пару машин. Ты за ним закреплен или у вас? Нет, у нас как получится. У нас машин немного, в принципе, работает на этой линии. Поэтому, как получится. Ну, в твою компанию берут ребят, которые знают английский язык? Ну, именно на эту линию бочек вообще сейчас набора, в принципе, нет. Потому что, наверное, вообще набора ребят нет, так что пока что с вакансиями пока держимся так. Да. У нас фирма вообще, в принципе, по Европе работают, и круги Литва, и Италия. Но на бочках конкретно мало человек, мало места, и попасть пока никак. Ну, не все так сладко, скажи. Не все так сладко, ребята, да. Ну, это уже... Это вопрос не самой работы. Как бы сама работа интересная, там уже моменты другие. Именно. Я думаю, все прекрасно понимают. Да. Личностные, так сказать, моменты, да? Да, да. Я понял. Ребята, история была очень интересная с Артемом, с его цистерной, как он работает на этой бочке, так сказать, огромнейшей. Так что по поводу, по поводу его истории вообще, как он попал в дальнобой, мы снимем отдельный ролик. Это будет отдельная рубрика, да, у нас там, где на часок точно можно подзависнуть, послушать. Так что ставим лайк и комментируем. В общем, мы движемся дальше. У меня загрузка в понедельник. Будем грузиться четырьмя бусами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok